Сажаем сосну каликовую, шаровидную, желтую, в этом видео. Итак, для начала выкапываем ямку, земля вы видите обыкновенная, чернозем, песка тут совершенно немного, чуть больше горшка, не надо там делать все это, чуть больше горшка, ставим прям горшок, в принципе нормально, потому что там земли еще уйдет, я просто не знаю, какая должна быть корневая, корневая должна быть плотная, но здесь я не знаю какая она, поэтому давайте смотреть, ставим на бок горшок, ну здесь он уже болтается вот, да и бинго видим, корневая очень хорошая, очень хорошая корневая, видите да, можно это все, естественно, я не пойму что это за удобрение, или кто это такое тут, в общем, в общем здесь все предельно ясно, и видно что растение живое и продавец действительно без обмана, без всякого продал его, ставим растение, ставим и отходим, смотрим, я решил в таком положении посадить ее, да, этот ком идеальный, после контейнера, это контейнер, скорее всего десятка десятилитровый, все прекрасно, сажаем, ну и в принципе, вот у меня тут расстояние ровно примерно 5 сантиметров, засыпаем землей, корневая шейка вот у нее, засыпаем землей, как мы сажали елку, точно так же и сажаем сосну, секундочку я камеру поверну, так же мы и сажаем сосну, сажаем прямо напротив елки, чтобы у нас в дальнейшем, через лет десять, эта елка когда вырастет, была очень красиво смотрелась, под елкой так же можно обрезать ветки, делаем так же, все так же все, как и с елкой, делаем вокруг лунку, земля осталась, но сейчас мы ее вовнутрь скорее всего подсыпем, поэтому сейчас я воду проведу, итак у нас есть вода, заливаем водой полностью, чтобы земля села, вокруг, ждем пока она уйдет, ушла она довольно быстро, как вы можете видеть, теперь подсыпаем земельки, не думал, что она так быстро уйдет, можно было в посадочную яму налить, в ведро воды, опять вода идет у нас, пока она не будет стоять, пока не будет стоять надо, ну не вздумайте, утрамбовывать, утрамбовывать ее не надо, вот пусть она сама уходит, спокойно, чисто уходит, землю в посадочную яму, он пропитывается, все это, здесь земельки осталось довольно много, лучше сделать побольше лунку, примерно вот так вот, все довольно таки, хорошо и классно, хоть у нас и завтра обещают минус, минус один, минус два ночью, но, я думаю страшного, ничего в этом не будет, поймите это, хвойные растения, поэтому, страшного ничего в этом нет, так и мы продолжаем делать лунку, потому что через пару-тройку месяцев этой лунки, и видно не будет, лучше сделать лунку побольше, вот так, вода ушла, в принципе, уже второй раз, но второй раз, как видите, она намного меньше ушла, не вздумывайте никогда, притрамбовывать, или что-то делать, не надо ничего, теперь мы берем просто, наш любимый, хвойный опад, самое величайшее из изобрений, нашего питомника, присыпаем его вокруг, в принципе, слой должен быть, не более трех сантиметров, посыпаем вокруг, а теперь, просто-напросто, нам надо ее еще раз, послить, для этого мы будем использовать, морковку, вот так вот сверху, сверху поливаем, опад даже поднимается, видимо, поливаем до тех пор, пока вода начнет стоять, все, вода стоит, в принципе, все, на этом, уважаемые друзья, все, танцуем танец с бубнами, воду к ней, и радуемся жизни.